Прошу вас расслабиться сесть так, как вам удобно, закрыть глаза и прямо сейчас переместиться в какое-то место, где вы увидите вход в какое-то здание или, возможно, отдельно стоящее помещение, где есть дверь. Это может быть какая-то уютная антикварная лавка, полная чудес. Или это может быть какой-то современный хай-тек супермаркет. Не знаю, что это будет в вашем пространстве, но это место предназначено только для вас. Потому что особенности этого чудесного и волшебного магазина, что он создан для индивидуального приема. И сейчас, когда вы оказались перед дверью, перед входом в этот магазин, вы можете постучаться и аккуратно открыть дверь. Войти внутрь этого замечательного магазина. Проходите. Внутри вашего магазина вы увидите прилавки, заполненные, возможно, чудесными снадобьями или загадочными символами, очень важными ресурсами, которые вам были бы необходимы на протяжении, возможно, всей жизни. Вы можете с удивлением или каким-то благоговением оценить все то, что там есть. Но в магазине есть особенность. Этот магазин не предназначен для самообслуживания. Здесь нельзя хозяйничать. Это особенное место. Поэтому сейчас нужно найти кнопку звонка. В этом магазине есть хозяин. Кто это будет в вашем случае? Он или она, человек или кто-то еще, неважно. Тут вы гость. И это его пространство. Поздоровайтесь с хозяином или хозяйкой этого магазина. Поприветствуйте его с благодарностью за гостеприимство и расскажите, зачем вы пришли сюда. Объясните то, что в вашем теле на протяжении всей жизни или какого-то времени. Возможно, в контексте той задачи, которую вы перед собой поставили. Ощутите в вашем теле огромное количество чужеродных предметов, которые сформировались в вашем теле благодаря всем тем событиям в вашей жизни, которые являются для вас большим отягощением на сегодняшний день. Все то, что отравляет вашу жизнь, все то, что мешает вам идти к своим целям, все то, что вы несли с собой все эти годы и только сейчас обратили внимание на то, как вам было тяжело все это с собой нести. Все отягощения и боль, которые проявляются во всей красе в виде препятствий, сомнений, страхов, вины, возможно, возложены чужой ответственностью. Не препятствуйте этому, позвольте проявиться полностью всем этим чувствам, ощутите их. Да, они не всегда приятные, но нужно их почувствовать. А сейчас нам нужно не просто от этого всего избавиться, а получить взамен что-то очень-очень ценное. А хозяину или хозяйке этого чудесного магазина не нужно объяснять, зачем вы сюда пришли. Он ждал вас долгие годы и уверен, что вы сможете отдать ему то, что вам сейчас уже не нужно. Хозяин магазина видит вас буквально насквозь, возможно, глазами или какими-то жестами подсказывает, что еще вы должны ему отдать, возможно, что-то очень глубокое, к чему мы привыкли, но все же это в какой-то мере мешает вам жить или идти к какой-то конкретной цели. Дождитесь от хозяина магазина знака или какого-то сигнала, что вы можете приступить к процедуре избавления от всего, что вам не нужно. Важно помнить, что в этом магазине есть один нюанс. Чтобы получить все эти волшебные снадобья, ресурсы, символы, которые вам нужны, вам необходимо расплатиться всем этим хламом, отягощающим вашу жизнь. А сейчас знающий и мудрый хозяин этого магазина принесет вам именно то, что необходимо вам. То, зачем вы сюда пришли? Возможно, это какая-то волшебная жидкость в стакане или в бутылке. Может быть, это какой-то чемодан, коробка или украшение. Может быть, это образы и символы достижения, над чем вы работаете последние несколько дней. Когда он для вас это принесет, оцените, насколько это вам нравится. Этот подарок, этот дар. И в предвкушении всего того, что ждет вас, когда этот подарок будет вашим, когда вы насладитесь этим в полной мере, когда вы почувствуете, что он только ваш, и именно его вы ждали, пришло время давать оплату. И хозяин знает сам, что именно вы ему принесли, что ему необходимо у вас забрать. Просто откройтесь ему навстречу, не бойтесь. Это буквально ваш внутренний лекарь, который сейчас получит доступ в ваше пространство, пространство вашей души и вашего тела. Позвольте ему буквально проникнуть в вас его волшебными руками и начать либо целиком, либо по частям, часть за частью, извлекать все, с чем вы сюда пришли. И вы можете обнаружить, пока хозяин будет выгребать из вас весь этот телесный и душевный мусор, как же много всего накопилось. Не удивляйтесь. Дайте себе время осознать. Дайте время хозяину волшебного магазина, чтобы он очистил вас от всего того, что вы ему принесли. и отпустить это прямо сейчас. Но не забывайте, что пока мы находимся в вашем внутреннем мире и в пространстве волшебного магазина, вы действительно можете избавиться от всего того, что накопили днями, месяцами, годами и десятилетиями, а, возможно, и всей вашей жизнью. Просто позвольте этому произойти. Позвольте хозяину взять оплату полностью, без остатка. И тогда, и только тогда, когда вы почувствуете, что как минимум большая часть из всех этих отягощений хозяин магазина успешно забрал из вашей жизни, из вашего тела, души и головы, возможно, вы будете наблюдать, как хозяин магазина все это убирает в специальный бак или специально предназначенную урну для будущей переработки. Вы почувствуете, что ваше пространство очищается или уже достаточно очистилось для того, чтобы, наконец, получить тот дар, за которым вы сюда пришли. Когда это произойдет, когда хозяин магазина закончит свою работу, он, может, подаст вам какой-то знак, сигнал или одобрительно кивнет. Тем самым разрешаю получить вам тот дар, за которым вы пришли в этот магазин. И тогда вы сможете взять, чтобы это не было в вашем случае, воспользоваться этим даром и ресурсом, надеть на себя или выпить, или от радости сжать в руке и наполниться ощущениями радости и теплоты. Радости и теплоты от того, что вы нашли именно то, что так долго искали. Ощутите всем телом, как оно начинает расползаться по каждой вашей клеточке, по всем частям вашего тела, вашего сознательного и бессознательного пространства. Почувствуйте, как тело в буквальном смысле начинает расцветать, оживать и распрямляться. Почувствуйте все это, вы этого заслужили. Не зря же вы копили и носили с собой всю эту оплату, с которой вы пришли сюда. Наслаждайтесь этим моментом и не торопитесь. Тогда и только тогда, когда вы ощутите, что ресурс, этот дар, этот волшебный подарок заполнит все ваше тело и ваше пространство в достаточной степени, вы можете с огромной благодарностью попросить хозяина этого магазина дать разрешение возвращаться в этот чудесный магазин. Когда вам будет грустно, когда вам будет тяжело на душе или сердце, или просто для того, чтобы наполнить себя или подготовиться к какой-то новой части вашей жизни. Чтобы всегда знали и смогли прийти в чудесный магазин, зная, от чего вы могли избавиться и что бы вы могли получить замену, то, что вам необходимо. Получите от хозяина магазина символический ключ или просто разрешение возвращаться сюда, когда вам будет это нужно. с благодарностью за вести приемство попрощайтесь с хозяином. Он может уйти к себе в подсобку по своим делам, а вы еще раз осмотреться, что есть в этом магазине, почувствовать, возможно, вам еще что-то необходимо было бы забрать с собой. Или просто насладиться новыми ощущениями. Почувствуйте это чудесное место и примите, что оно отчасти уже ваше. Вы можете выйти из этого магазина и обернуться, еще раз посмотреть на дверь, мысленно поблагодарить это место. И с радостью или удивлением вы можете заметить, что над входом в этот волшебный магазин появилась надпись с вашим именем. И тогда, и только тогда, когда вы ощутите этот магазин только ваш, и поймете, что сможете туда возвращаться, можно уверенно, быстро или медленно зашагать назад в свое тело, свое место здесь и сейчас, там, где вы есть. Открыть глаза и оценить, насколько вы полны и готовы к новому здесь и сейчас. Возможно, к новой версии себя или очищенной и настоящей. Как вам больше нравится себя ощущать? Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок